В середине этой недели, в начале октября, прозвучала такая новость, что Апероль уходит из России. Ну, на самом деле, в этой новости было скорее больше хайпа, он не уходит из России. Но эта новость прозвучала во всех алкогольных пабликах. И так совпало, что у меня есть что с ним сравнить. Апероль отличный напиток, я его очень люблю, но, к сожалению, цена на него все растет и растет и растет. Я приветствую вас на канале Mixdrink, коктейли, напитки, домашний бар и все те вещи, которые вы абсолютно спокойно сможете попробовать у себя дома. И, конечно, сравнить, если у вас есть в свободном доступе вот какие-то из этих напитков. Во-первых, я хочу поблагодарить Дмитрия. Он мне подогнал, прислал вот эту вот бутылочку Аперитив с Канавино. Я у него, на самом деле, просил отливашку, но он мне прислал целую бутылку. Огромное ему спасибо. Биттер Легаре – это новинка бренда Ладоги. То же самое, можно сказать, по поводу новинки. Аперикс – это новинка из красного и белого. И вот этот биттер вы выбрали в голосовании, которое я проводил у себя в Телеграм-канале. Там было несколько вариантов. Был Гамбини, за который, на самом деле, какое-то время даже лидировали. То есть много голосов было именно за Гамбини. Это тоже новый Аперитив от российского завода КВКЗ. Он у нас есть в сети ОК. За достаточно адекватные деньги. Все четыре бутылки были закрыты, и у них примерно одинаковые данные, исходные. То есть от 11 до 12% уровень алкоголя и от 24 до 26% уровень сахара, углеводов. По поводу пробований. У меня это все разливала в закрытую жена, и она сказала, что вот этот вот коричневый образец ей понравился больше на вкус. Он такой кисленький. Остальные все плюс-минус одинаковые. Ну, собственно, это ожидаемо, потому что все стараются подогнать свой вкус под эталон. Эталоном, к сожалению, считается Апероли. Не самый насыщенный, не самый мощный Аперитив. Особенно за те деньги, за которые его просят. Но вкусный. Он мне нравится, и вот будь он дешевле, раза в два. О ценнике мы поговорим потом. Я бы его брал на постоянную. Ну, давайте начнем с носа. Понюхаем и посмотрим, что из этого вкуснее. На аромат. В полосочку. Приятный, приятный аромат. Легкие травки. На самом деле напоминает Апероль. Вот какой-то вот этот легкий жвачно-цветочно-цитрусовый аромат. С примесью как раз травянистых нот. Что-то типа полынь, мелиса, может быть, что-то такое. Коричневый. Ну, тоже похоже. Единственное, что здесь больше ударяются в цитрусовую сторону. Также вот полынь. Ну, какие-то ноты есть, но более ядреный. Более такой вот парфюмерный аромат. Травки. Вот что-то вот такое. Тоже чувствуется, но более ароматный. То есть, вот этот более деликатный. Я бы сказал, более традиционный. Вот сейчас на контрасте особенно чувствуются какие-то овощные ноты. То, что мне на самом деле понравилось в Аперитиве Арт Шприц. И очень понравилось в Биттере Селек. Ну, там чуть больше насыщенности, чуть больше вкуса. И вот эти вот овощные какие-то пряные ноты здесь есть. Еще раз склоняюсь к тому, что там может быть что-то наподобие Апероля. Либо Апероль. Да здесь все наподобие Апероля, либо Апероль. Красненький. Самый деликатный. Самый мягкий. И вот здесь как раз они на самом деле очень близки. Этот стал лимонадный. Парфюмерный. Насыщенный. Вот насыщенность мне нравится. Этот красненький очень похож с ним. Но более деликатный. Здесь появилась ваниль. В перемешку с цитрусовыми. И аромат определенно послабее. Ну, не знаю, как это все скажется на вкусе. И, наконец-то, фиолетовый. О, тоже приятно. По насыщенности красный, фиолетовый очень похожи. Но здесь также вот цитрусово-ванильные оттенки. Да, есть трава, есть какие-то травянистые ноты. Мята, мелиса, может быть, даже немножко лайма. Этот более сухой. Именно вот по аромату. Легкая парфюмерность и ваниль. Что его выделяет? Что могу сказать по первому, второму, третьему, четвертому месту? По аромату. Мне больше всех нравится вот этот. Он такой прям овощной, травянистый. Приятный. Самый ядреный. Вот если брать по насыщенности аромата, то коричневый тут первее всех. Он именно цитрусовый. Здесь даже появились ноты эвкалипта. Как вот мазь. Вот эта вьетнамская мазь-звездочка. Цитрусовый, эвкалипт. И, пожалуй, нот. Пожалуй, для меня вот эти два первых места. Очень хороший аромат. И у того и у другого, со своими нюансами, более яркий. И вот как раз эвкалиптово-цитрусовый. Здесь просто травянистые овощные ноты. Приятно. Эти два. Ну, отличаются, очень сильно отличаются друг от друга. Просто более деликатно. Вот эти оттенки ванили. Даже, может быть, какой-то белый вермут, если честно, напоминает. По деликатности аромата. Очень приятно цитрусовый. И, пожалуй, все. Здесь то же самое. Но здесь добавляется больше трав. И какая-то вот постороночка, отличающаяся от них, тоже уходит в овощную сторону. Пожалуй, по аромату. Как самый слабый, аутсайдер. Вот на третье место у меня займет красный. И второе место определенно фиолетовый. Вот на самом деле, мне кажется, что даже вот это опероль. Потому что он какой-то такой цитрусово-травянистый. Много травок. Чувствуются травки. Вот такая вот. Такая чуть-чуть вяжущая нота в аромате. Приятно. Давайте на вкус самого деликатного. С красного. Очень вкусно. Нежный, приятный, мягкий. Вот здесь уже чувствуется горчинка, травянистость. Очень хороший. Да, вот это ваниль. Вот это ощущение какой-то ванильной жвачки. В перемешку с горечью, с сухостью и с ощущением корыхиного дерева. Либо горяча. Иногда путаю их во вкусе. Но вот определенно какой-то такой горький нюанс, который остается на корне языка, здесь ощущается. Давайте с фиолетового. Ну, более мягкий. Ощущается даже более сладким. Тоже есть вот эта горечь. Пожалуй, по горечи немножко больше. Он мне нравится. Чем вот этот по сухости, по насыщенности. По горечи, да. Более насыщенный. Просто есть ощущение, что красный. Вот такой вот мягкий, деликатный. Как бы это ни прозвучало, женский или... Ну, в общем, легонький, мягонький, вкусненький. Очень приятно. Этот просто чуть более насыщенная версия его же. И мне нравится. Давайте с полосатенького. Ой, хорошо. Ой, вкусно. Да. Ну, здесь эта вот горечь, она немножко больше скрадывается. Сильным ароматом. Здесь аромат гораздо сильнее, наверное, чем у этих двух. Она тоже есть. Горечь. По вкусу, на самом деле, вот эти все три очень похожи. Я даже не могу определённое что-то выделить. Единственное, что, ну, вот этот чуть менее насыщенный. В какие-нибудь коктейли. Типа, там, опероль саур. Либо, может, ещё какие-то. С текилой, с джином, с водкой. С ромом. Вот, использовать опероль в качестве, там, ароматического ингредиента. Ну, вернее, не опероль, а вот этот аперитив будет, я думаю, даже поинтереснее. Потому что здесь больше насыщенности вкуса. Не знаю, перебьёт, не перебьёт. Это надо всё пробовать, сравнить. По аромату мне нравится больше. По вкусу. Плюс-минус эти два. Действительно, тоже такой сладкий. Чуть горький. Тенинка чуть-чуть. Либо деревяшка. Вот эта вот горечь такая своеобразная. Очень хорошо. Мне нравится. Давайте, последний образец. Ну вот, как у меня жена и сказала. Кисло-сладкий. Да. Ощущение готового коктейля, на самом деле. Как будто вот в аперитив подмешали либо лимонад, либо немножко сухого вермута. Да, он горчее. Он насыщенней, он ядреней. На самом деле, очень напоминает селект, если бы в него как раз вот капнули чуть-чуть сока кислого апельсина, либо немножко лимончика, либо сладкого лимона. Вот что-то бы похожее получилось. Очень неплохо. Да, мне это тоже нравится. Он очень сильно отличается от вот этих трёх. В худшую или в лучшую сторону. Непонятно. Он становится чуть-чуть лимонадным по вкусу за счёт вот этой кислинки. Тоже есть горечь. Нет, по вкусу вообще не могу ничего выделить. Единственное, что вот этот чуть-чуть отступает. Даже чуть-чуть розы. Вот цветочный, яркий цветочный вкус, яркий цветочный аромат. И ванилька. Очень приятно. На самом деле, коричневый действительно удивляет. Его просто хочется пить. Классно. Ну, что могу сказать? Давайте по местам. По аромату вот эти два. Первое место. Второе, третье. По вкусу. Пожалуй, они все, наверное, будут на первом месте. Сложно что-то выделить. Потому что они очень разные. И в каждом есть своя прелесть. Этот на втором месте. Именно из-за того, что он не очень насыщенный. Но, может быть, это где-то будет плюсом. Что могу предположить? Что могу предположить? Я предполагаю, что вот это опероль. Просто вот как-то вот он у меня так складывается во вкусе, в аромате. Что вот это оперолька. Сложно сказать, что может быть с кислинкой. Единственный российский представитель Лигаре. Может быть он с кислинкой. Предположу, что коричневый это Лигаре. Тогда остается вот это вот Аперикс и вот это вот Сканвино. Больше, наверное, каких-то особых ситуаций я предположить даже не могу. Будем открываться. Давайте начнем с опероля. Да. Нет, не угадал. Опероль полосатенький. Ну, хорош. Хорош, ничего не скажешь. По аромату, по вкусу он действительно хорош. Да. Классно, классно. Оперолька. Молодец. Ну, давайте тогда Найт Габриэль. Ну, ой. Да, Найт Габриэл. Все правильно. Аперикс. Да. Чуть помягче, чуть понежнее. На самом деле их Амаретто мне понравился больше. Вот для тех, кто не верит. Их Амаретто мне понравился больше. Аперитив. Нормально. С шампанским, с игристым. То сейчас я обязательно сделаю. Зайдет на ура. Давайте. Скановина. Ха. Фиолетовый. Отлично. Блин, а я забыл, где что было. Это у меня был Апероль. Это был Скановина. Это... Ну вот, Лигаре, да. Все, значит, Лигаре я угадал. Он действительно кисло-сладенький. Вкусный. И вот это понравилось жене. И, собственно, мне тоже. Вот как раз вот это чуть лимонадное. Сейчас еще раз перепробую. Может быть, что ошиблась. Да, хорошо. Да, вкусно. Не вопрос. Очень сильно отличается по вкусу от Апероля. По аромату великолепно. Скановина тоже на самом деле... Скановина тоже на самом деле удивил. Приятный Аперитив. Да все вкусные. Вот на самом деле у вас был шанс... Тех, кто подписан на меня в Телеграме. У вас был шанс, чтобы я выбрал вместо Найт Габриэла какой-то дешевый Аперитив за 200 рублей. И вот на самом деле вот в этом рейтинге, где Лигаре, по-моему, пару месяцев назад было сравнение. И вот там вот этот Аперитив Лигаре в слепом сравнении занял лидирующее место в общем зачете. Сравнивали как раз специалисты, те, кто ценят коктейли, те, кто шарят в коктейлях. Сравнивали в закрытую. Там было, по-моему, 6 или 7 позиций. И вот где-то Лигаре был лучше всех, где-то он там занял второе, третье место. И по общему зачету был наравне с еще одним, кстати, российским представителем от бренда, который производит Белуга. Сейчас название не вспомню этого Аперитива, но у него ценник, на самом деле, очень доступен. И, по-моему, за 0,5 200 рублей, что вполне соответствует тому же дешевому российскому Аперитиву из Магнита, либо из Красного Белого. И вот на самом деле эти недорогие Аперитивы за 200 рублей очень хороши. Единственное, что, ну, чуть меньше нюансов, чем хотелось бы. А тут, судя по всему, вообще огонь. Этот Аперитив сейчас стоит на сайте monopoleshop.com. По-моему, на этой неделе он как раз по акции там 350 или 340 рублей за объем 0,85 литра. Так что, если вы еще сомневались, можно ли его брать. Да, можно. Вполне себе. Очень неплох. И вот в коктейлях, я думаю, сейчас я это почувствую. Ну, Апероль 1300 по акции, к сожалению, дороговато. Стоил бы он рублей 700 за 0,7. Было бы великолепно. Раньше этот ценник можно было встретить. Его распродавали за 1000... За 1000 0,7. Он стоял на постоянке. И рублей за 500, даже за 550, наверное, я его встречал. Можно было встретить. Ну, скановина, как мне сказал Дмитрий, он взял за 450. Вообще адекватная цена. Очень хороший Аперитив. Прям идеальный. К сожалению, Найт Габриэл тут, ну, чуть подзатерялся. И за свой ценник 700 рублей, 0,5, я бы, наверное, его рекомендовать не стал, с учетом, что есть неплохие российские Аперитивы. Давайте вернемся к коктейлям, потому что Апероль Шприц – это идеальный коктейль, для которого и созданы эти самые замечательные Аперитивы. И, возвращаясь к коктейлю, шприц, венецианский шприц, Апероль Шприц, Сканвина Шприц, Лигаре Шприц, Найт Габриэл Шприц – все, что угодно, как назовете, так оно и полетит. Еще небольшой интерактив. Вы можете выбрать бутылку шампанского, с которым я буду делать этот коктейль. Это у нас Высокий берег от Кубань Вино. Это Венте Дель Каспио от Дербенская винодельческая компания. Две секунды на выбор. Все правильно. Выберем, конечно же, выдержанное сухое вино. Но это, я так подозреваю, тоже будет что-то неплохое. В каких-нибудь следующих коктейлях используем и эту бутылочку. По составу этого коктейля все очень просто. Раньше, на самом деле, на этикетке Апероля был рецепт этого коктейля. Сейчас, к сожалению, там только небольшой шильдик в краю этикеточки, где, на самом деле, и рецепт изменился. Если раньше рекомендовали использовать две части Апероля к трем частям игристого, сейчас смешивайте один кандаму. И поэтому будем смешивать, как было. Потому что другие производители, вот тот же Лигаре, да и, по-моему, Скандвина и другие Аперитивы, рекомендуют спешить две части Аперитива к трем частям игристого. Поэтому у нас сегодня, ну, так скажем, аутсайдеры будут в таких бокалах. Победители же будут вот в этих вот красивых ажурных бокалов для красного вина. Даже страшно брать их в руки, насколько они тонкие и ажурные. Первое, что пойдет в каждый бокал, это лед. Очень аккуратно накладывайте лед в винные бокалы, чтобы тонкое ажурное стекло не потрескалось. Это вообще первое использование этих бокалов. И уже в таком великолепном коктейле. Ну, здесь все гораздо проще. Бокалы, ну, подоступнее и понадежнее, что ли, лежат в руке. Аперитивы не настолько сильно отличаются, чтобы каждый из них лить в отдельный джиггер. Поэтому одним джиггером все нальем по 75 мл Аперитива в каждый бокал. Оп! Аперолька. Второй. Лигарешечка. Где купить всю продукцию бренда Ладоги, в том числе Биттер Лигаре, Ромы и всякие другие интересные штуки. Вы прекрасно знаете, но скидку 20% никто не отменял. Найт Габриэл. Ну, неплохой Аперитив, так скажем, неплохой. Был бы подоступней, цены бы ему не было. Рублей 500? Ну вот, я думаю, было бы великолепно. Мягонький, нежный, очень вкусно пахнет и действительно очень хорош на вкус. И, конечно, скановина. Еще раз большое спасибо, Дмитрий. Вообще достойный напиток. И точно вот стоит тех как раз 400-500 рублей за 0,7. Ну, честно, тот ценник, за который я хотел бы брать на самом деле Аперот. Осталось только игристое. Лучше берите свое любимое сухое, игристое. Вы точно знаете, какое вино вам нравится больше всех. Попробую, конечно, через джиггер. А вроде получается. И чуть-чуть сверху. И чуть-чуть сверху. Это Найт Габриэл. Как видите, аперитивы по цвету сильно ничем не отличаются. Единственное, что как будто в коктейле Лигаре чуть покраснее, чем остальные аперитивы. И вот Найт Габриэл мне показался вот здесь уже по цвету на самом деле подразбавленный. Еще раз я повторю, что крепость у них 11-12 градусов. По уровню углеводов тоже плюс-минус одно и то же. Очень важно, еще сбрызну чуть-чуть просто газированной водичкой. Ну, предположим, миллилитров 30 в каждый коктейль. Просто на глаз, чтобы добавить объема и немножко газиков. Апельсин здесь незаменим. По кружочку апельсинов каждый бокал. Аромат. Ну, можно немножко сока сбрызнуть, если вам нравится. В принципе, здесь главное аромат цитрусовых. И чем свежее, чем сочнее апельсинка, тем лучше. Немножко для вида их все размешаем. Ну, можно пробовать, сравнивать и все, что я люблю. Давайте начнем с Апероля. Великолепно. Это классно. Супер. Лигаре. Да, естественная разница есть. В Апероле больше горечи. И, пожалуй, больше травок. Слигаре более сбалансированный. И здесь ощущение, что добавили немножко тоника. Или даже, может быть, немножко компари. Да, и баланс. То есть, вот кислинка послаще. Определенно послаще. Может быть, из-за того, что я знаю. Но мне кажется, что чуть-чуть баланса. В коктейле великолепно. Я бы не знаю, что я выбрал. И вообще, смог бы ли их отличить. Вот как делали в том же сравнении Аперитивов. Очень вкусно. Да, разница есть. На нюансах, зная где что, я понимаю, что... Я понимаю, что я выберу, что подешевле. Скановина. Вкусно. Обалдеть. Ну, вот здесь, к сожалению, Найт Габриэл оказался самым пустым. Может быть, конечно, я его плохо перемешал. Да, здесь уже чувствуется, что его надо добавлять побольше. Один к одному смело, вообще не ошибетесь. Да, здесь больше чувствуется вино. Аперитив в меньшей степени. Но вкусно. Коктейль все равно вкусный. Скановина здесь вот прям вообще, прям хорош. Вообще, очень похож на Апероль. На вот этот классический итальянский аперитив. В коктейлях разница минимальна. Если у вас есть возможность где-то взять Скановина, вы не ошибетесь, смело берите за место Апероля. Отлично. Очень вкусный. В чистом виде, возможно, разница есть. Более существенно в коктейле разницы нет точно. Ну и, конечно, народный выбор. Российский Лигаре. Это вкусно. В коктейле разница есть. Разница больше, чем везде. И он очень приятный. Его смело можно использовать. Даже, наверное, вместо того же битера Select. Есть общие нюансы, есть общие ноты. Баланс. Вот эта вот кислинка здесь совсем не лишняя. Если он у нас будет в продаже, в свободном доступе, сейчас, к сожалению, его найти очень тяжело. Он не продается. И вообще, этот битер анонсировался в августе месяце. Ему надо было анонсироваться в апреле. В апреле, чтобы в мае, в июне, в июле, к летнему сезону, вот к летним коктейлям, он был везде и его можно было купить. К сожалению, его можно будет купить у нас по факту только в октябре. Ну, только вот к Новому году. К Новому году он будет на всех столах. И вы не ошибетесь, если вы его приобретете. Конечно, Апероль великолепен. Апероль это классика. Которая на самом деле и вот внедрила эти аперитивы во всю коктейльную культуру. Ему честь хала. Единственное, что ценит. Может быть, на родине в Италии он стоит гораздо дешевле. У нас, к сожалению, он таким похвастаться не может. Но это вкусно. Любой из этих аперитивов вы можете взять, сделать с ним вкусный коктейль. И не разочаруетесь. Ну, единственное, что Найт Габриэл, к сожалению, Амаретто лучше. Амаретто лучше, поэтому берите, что дешевле. И я надеюсь, что к следующему летнему сезону в портфеле любой российской компании появится гораздо больше вкусных ликеров. Кроме вот аперитива, либо каких-то битеров, сделайте белый аперитив, чтобы можно было сделать полноценный белый Негрони. Тот же Лигаре может похвастаться отличным битером, аналогом компании. Сделайте белую версию. Вам вообще скажут спасибо все, кто любит белый Негрони. То же самое можно сделать какой-нибудь зеленый битер по принципу, ну, около шартриоза. Либо желтого, либо зеленого, на что у вас хватит сил и, собственно, ресурсов. Тоже будет очень здорово. Потому что этот ликер, этот травянистый ликер, это вообще редкость, это единорог. Либо ценник на него всякие космические пределы достигает вообще просто легко. Но, по крайней мере, уже аперитивы брать можно. Пока все. С вами был Дмитрий, канал Нигзринг. Ставьте лайк, подписывайтесь. Указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok